Друзья, я рад приветствовать вас на канале Ринат Строит. А тем, кто видит меня впервые, добро пожаловать. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Сегодняшний ролик будет очень полезный, интересный и увлекательный. Поверьте мне на слово, ведь я начинаю сейчас приступать к монтажу своей солнечной электростанции сетевой. Я думаю, многим из вас это будет интересно. Тем более, ведь она сможет вырабатывать не просто энергию, а с помощью нее можно получать пассивный доход. Как узнаете дальше? Поехали, друзья! Ну что, друзья, наконец-то приехала машина. Сейчас иду встречать. Вот и буду разгружать панели. Вот это как раз та станция на 15 кВт, про которую я вам говорил. Что, друзья, разгружаем. Один палет разгрузили. Вот так выглядят панельки эти. Порадовали вот эти углы. Они одна в одна складываются. И вот такая стопочка аккуратная. И, соответственно, панели сами не повреждаются. Что, ребят, панельки разгрузили. Занесли на участок. Вот такие две стопочки у меня получились. В каждой стопочке по 27 панелей общего количества. 54 панели. Друзья, станцию мы с вами вместе разгрузили. Как это происходило, вы видели. А сейчас я предлагаю вам распаковать те коробки, которые у меня пришли. Давайте начнем вот с самой маленькой, наверное. Вот у меня здесь получается, в этой коробке, коробок очень много. В этой коробке у меня кабеля. Вот сами провода, которые нужно будет монтировать для соединения всех панелей. Также есть вот такие специальные коннекторы. Правильно называются они коннекторы. Они идут по принципу папа-мама. Вот они друг в друга вот так вот одеваются. Плюс-минус. Вот так вот, плюс-минус, защелкивается все. Все работает, все будет прекрасно. Вот, также у меня в этой коробке дополнительно идет щиток. Щиток я еще не доставал, не распаковывал. Сейчас сделаем это совместно с вами. Вот. Вот такая красота у нас тут. Вот сюда на эти автоматы, здесь специальные автоматы, будут, с панели придут вот эти провода и все будет подключаться. Вот, а помимо такого щита, еще самая важная деталь в этой станции, это же сам инвертор, который будет преобразовывать постоянный ток переменный. Друзья, вот такая красота. Здесь тоже немало всяких коробочек. Так, инвертор я запакую обратно, закрою. Доставать его пока еще рано. Уберу его просто в коробочку. Закрой, вернее, коробочку просто. И буду показывать дальше, что здесь есть у меня. Помимо проводов, инвертора, щита, я еще покупал крепеж на крышу. Сейчас вот светит солнышко, наверное, будет засвечивать. Но весь вот этот скат крыши у меня будет в этих панелях. Вот, соответственно, вот этот крепеж давайте на примере одной палки я покажу. Вот, допустим, вот сам профиль. Сюда будет сверху в классе панель. Это соединительная планка. Вот эти профиля соединяют между собой. Также есть сам крепеж в крышу. Вот он выглядит вот так. Вот эта часть, как бы шпилька, будет вкручиваться в крышу. А сюда вот будет крепиться, вот в это место будет крепиться вот этот профиль алюминиевый. А, соответственно, на сам профиль будет крепиться уже панель. Панель будет фиксироваться вот с помощью такого крепления. Она вот вставляется в профиль вот так. И с помощью винта затягивается и панель фиксируется. Друзья, самое важное, что мне понадобится для монтажа этой моей станции, это, естественно, руководство по эксплуатации. Ведь в нем есть вся информация, как монтировать панели, как монтировать сам профиль, что нужно, какие провода, куда нужно везти. И вся там и техника безопасности, монтаж. Абсолютно все вот находится в этом руководстве. Также, друзья, есть два вида станций. Это автономная и сетевая. Сейчас мы рассматриваем станцию сетевую. Фишка такой станции в переходе на зеленый тариф. Я как минимум вношу свою лепту в сохранение окружающей среды, ведь она считается экологически чистой, это энергия. Вот, а как максимум я смогу зарабатывать с помощью нее, друзья. Благодаря закону о микрогенерации, можно снизить свое электропотребление из сети до нуля на условиях взаимозачета в течение календарного месяца. А излишки вы сможете продавать энергосбытовой компанией. Вы спросите, для кого этот закон? Этот закон относится как к юридическим, так и к физическим лицам. Доход, полученный от продажи электроэнергии таким способом, для физических лиц налогообложению не подлежит. Электроэнергия генерируемая. Солнечная электростанция идет по приоритетной схеме на потребление вашего дома, объекта. Если же электропотребление отсутствует или идут излишки, вырабатываемые вашей станцией, то эти излишки уже сливаются, грубо назову это так, в сеть, в городскую сеть. Вот здесь, друзья, начинается самое интересное. Для того, чтобы начать отпуск электроэнергии в сеть, нужно выполнить необходимый ряд действий. Для начала нужно купить соответствующие под ваши потребности электростанцию. Следующим этапом это нужно сделать монтаж. После первых двух шагов нужно будет сделать оформление тех условий на тех присоединения и установку двунаправленного счетчика. После всех этих действий можно будет вас поздравить и ваша энергосбытовая компания заключит с вами договор. Специальный двунаправленный счетчик считает не только то количество энергии, проданной вам энергосбытовой компанией, но и то количество энергии, которое вы выработали и сдали обратно в сеть. И энергосбытовая компания, если у вас есть излишки, обязана, просто-напросто обязана купить у вас эту электроэнергию, друзья. И самое интересное, что они покупают эту энергию по тому же тарифу, по которому продают вам. Что еще важно, сальдирование происходит в календарный месяц. Сколько вы... Ну, идут расчеты от месяца. Что вот происходило внутри месяца. Сколько вы выработали в этом месяце, сдали, и сколько вы взяли из сети. Сводят 9 с кредитом и смотрят. Потребили вы больше, чем отдали, вы доплачиваете. Сдали вы больше, чем потребили, вам доплачивают. Я думаю, понятно, друзья. И да, забегая вперед, я скажу, что мне еще предстоит пройти все этапы подключения к этому тарифу, по этому закону, к зеленому тарифу. И каждый шаг, который мне предстоит сделать, я обязательно покажу. Мне в комментариях, по первому выпуску, в личных сообщениях, в инстаграме, в директ, много кто из вас пишет, какая станция, какой производитель, какие характеристики, друзья, не спешите. Все я вам это обязательно расскажу. Вообще на рынке немало компаний, у которых можно приобрести именно солнечные панели или же готовые станции. Как говорится, просто-напросто можно погуглить. Перед тем, как отдать выбор какой-то из компаний, мне пришлось много просмотреть информации, как на ютубе, так и прочитать в интернете. И я свой выбор остановил на компании Hevel. Во-первых, у этой компании собственное производство в России. У них вся продукция сертифицируется. И ознакомившись с теми проектами, которые они реализовали, я остановил свой выбор именно на этой компании. Кроме того, что они сертифицируют весь свой товар, у них еще огромнейшая гарантия, по-моему, 25 лет на потерю мощности на панелях. Это очень важный факт, друзья. Также эта компания проводит очень часто различные акции. Я тоже купил у них станцию по очень выгодной цене. Один производитель не смог мне предложить как минимум такую же цену или ниже. А свою станцию я приобрел, друзья, за 530 тысяч рублей. Эта сумма у меня окупится в течение нескольких лет. Но об этом я обязательно расскажу дальше. Друзья, вот так вот выглядит сам модуль. Посмотрите, как он качественно выполнен. Очень красиво. Даже смотреть просто-напросто, просто смотреть приятно. А еще если понимать, что вот эта панелька будет выдавать электроэнергию, то это прям вообще очень сильно радует. У меня вот таких панелей 54 штуки. Станция вообще на 15 киловатт рассчитана. Давайте немножечко вам расскажу о характеристиках панели. Вот специально развернул одну панельку, чтобы вы могли посмотреть, как она это. Видите, она вся покрашена. Отверстие под заземление. Вот здесь у них все расписано. Какой тип модуля, допуск, мощность. Вот степень защиты. Модуль у меня на 290 ватт получается один. Вот. И каждый модуль весит 19 килограмм. Эти панели работают даже в пасмурную погоду. Да, они не вырабатывают своего максимума, но они работают. Поверьте мне, друзья, на слово. Друзья, также кто-то из вас может подумать, что это реклама. Поверьте мне, это не реклама. Это простая обычная благодарность этой компании, которая с ответственностью относится к своей работе. Друзья, ссылку на сайт компании Hevel и ссылку на YouTube канал компании я оставлю в описании. А я, естественно, буду показывать следующие этапы в следующих выпусках. От себя хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, крыши над головой, крепких домов. Если вы не подписаны на канал, подпишитесь. Прожмите колокольчик о всех уведомлениях. И если хотите узнавать первыми, что у меня происходит, подписывайтесь на мой инстаграм, друзья. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. До новых встреч в новых выпусках. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok